Элегантность, грация и изящество. В Славянске на Кубани прошли соревнования по одному из самых красивых видов спорта – спортивным танцам. Славянский вальс 2017 собрал более 900 танцоров со всего края, а также города Крыма и Чеченской Республики. Кто среди них оказался лучшим, смотрите в следующем материале выпуска. Легкоатлетический манеж «Олимпийц» на два дня превратился в одну большую танцевальную площадку. Спортивные танцы сегодня пользуются большой популярностью среди молодежи. Одна из самых юных участниц соревнований – воспитанница детской юношеской спортивной школы «Кристалл» Славянска на Кубани Анна Смольникова. Ей всего шесть лет, но, несмотря на это, Аня уже участвовала во многих соревнованиях и входила в число призеров. И в этот раз она очень старалась. Я танцевала чудичай вальс. Мне нравится ходить на танцы, потому что тут дают какие-то красивые медали. Выступление участников проходило согласно возрастным категориям. Танцоры от 5 лет до 12 соревновались утром. Ближе к вечеру на паркет выходили юноши и девушки до 18 лет и уже вечером от 18 и старше. Такое возрастное деление участников говорит о том, что спортивным танцам все возрасты покорны. Этот турнир проходит в едином календарном плане Министерства спорта Краснодарского края и в стадии танцевального спорта России. Это самое главное. А вот где дети могут присвоить разряды и начинают идти воинужеской, заканчивая, естественно, уже там взрослым разрядом. Танец и спорт – что может быть общего у таких, на первый взгляд, разных направлений? На самом деле связывает их многое. Все виды танцевального искусства требуют качеств, которые необходимы настоящим спортсменам. А это физическая сила, гибкость, координация и вносливость. При этом необходимо сохранять грацию, стиль, но и ритмичность никто не отменял. Славянский вальс проводится ежегодно и не случайно именно в нашем районе. Хорошая материально-техническая база, а также современная и развитая школа танцев в Славянске-на-Кубани способствует успешному проведению соревнований. Отмечают это и участники-гости. Спасибо организаторам этого турнира. Вообще просто все было шикарно. Поддержка просто нереальная со всех сторон. Танцевалось очень хорошо, хороший паркет был. Проводились соревнования на Кубок главы района. Роман Снеговский, открывший турнир, пожелал участникам успешных выступлений и вернуться домой с победами. Мне очень приятно, что именно этот спорт красивый, грациозный, красивые костюмы, красивые прически. И я уверен, что все мы сегодня получим удовольствие и победят, конечно же, сильнейшие. Поэтому всем успехов, удачи и всего самого-самого доброго. Медленный вальс, квик-степ, самбо, джайв, ча-ча-ча, венский вальс. В таких разных стилях в рамках конкурсной программы оценивались участники. Точнее, техника исполнения танца, выдержка и умение работать в паре с партнером. Глядя на них, легко скользящих по паркету, может сложиться впечатление, что научиться танцевать легко и просто. Но за каждым грациозным движением скрывается кропотливая работа, ежедневные тренировки и волевой характер. По итогам соревнований были определены имена победителей во всех возрастных категориях. Среди славянских спортсменов, воспитанников детской и юношеской спортивной школы «Кристалл» победу завоевали три человека. Но, несмотря на занятые места, каждый из участников приобрел бесценный опыт и незабываемые эмоции от выступления. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».